Хэй, 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 всем привет, дорогие друзья, с вами Чинацкий, и сегодня я представляю вам продолжение замечательной игры под названием Супер Мекс. На самом деле, сегодня у меня для вас, даже не знаю, такой полуобучающий, возможно, даже ролик, потому что меня часто, очень часто спрашивают, как успешно проходить кампанию, как зарабатывать деньги, как фармить их, как фармить форчунбоксы, вот, которые я сейчас открываю, например, целых две штуки, хотя их можно, в общем-то, нафармить опа. Опа, опа-па, так-так-так, начало для видоса неплохое. Ну что, что-нибудь стоящее, давай, давай, что-нибудь стоящее. Не может... Ребята, мне кажется, так, сегодня вроде не четверг после дождичка, и вроде бы соловей не свистел нигде. Разве что ад замерз. Ребят, я счастлив. Я просто счастлив. Я обещал вам показать, как проходить кампанию. Покажу в следующий раз. Запоминайте сборку, ребят. Вот, это хорошая сборка для кампании. Все, забейте. Забейте. Это я вам покажу в следующий раз. Настал этот момент. Господи, это просто невозможно. О, да, наконец-то. Теперь я могу поставить это сюда, это могу поставить сюда. А вот вы мне говорили, а прокачай ноги, ты тебя из заклона не выпадет. Выпало, выпало, ребята. О, боже мой. У меня ушло на это очень много времени. Но, наконец-то, это случилось, друзья. Наконец-то. Я не знаю даже, как сделать здесь. Лучше пока оставлю так, потом с этим разберемся. Ну что, ребят, я думаю, что все понимают, что мы будем сегодня прокачивать. Естественно, ни секунды не жду, сразу же приступаем к прокачке. Поехали. Если кто не понимает, почему я так радуюсь, если кто-то не понимает, что вообще произошло только что, ребята. Мне только что выпали лучшие ноги в этой игре. У них отличные статы. У них просто потрясающие качества. Единственный минус у них, который есть, с ними нельзя двигаться. Да, то есть они не могут ходить, они не могут прыгать. Все остальное в них просто идеально. Итак, 40, ребята. 40 уровней мы поднимаем. Тратим на это, конечно, 238 тысяч монет. Но мне реально вообще пофигу. Я готов потратить и намного больше на это. Зэкло. Зэклошечка. Кто бы мог подумать, что сегодня будет этот день. Я счастлив, ребят. Я просто счастлив. Серьезно. Порадуйтесь за меня, врубите лайк. Там, не знаю, подпишитесь. И вы знаете, что надо делать, ребят. Так. Я даже не знаю, есть ли у меня на самом деле что-то, что можно отдать сейчас сюда. Емпишечку отдавать-то как-то не хочется. Давайте я, наверное, сейчас прикину, ребят. Если что, если у меня что бесполезное есть, я сейчас это сюда качаю. В общем, по моим подсчетам, мне нужно 2 легендарки еще дополнительные. Я вроде как одну почти что подготовил. Ну, давайте посмотрим, может быть, мне выпадет еще что-нибудь легендарное, что я смогу отдать. Сейчас мы это с вами... Зэкло, получил чинназки. Я просто это обожаю, друзья. Реально, для меня это очень многое значит. Я не знаю, типа в начале ролика получить такой буст, просто плюс настроения, уже не важно, что дальше в ролике произойдет. Это уже для меня просто супер. Так, на арене у меня, по идее, ага, за четвертый ранг, точнее, ну, за пятый ранг, как бы, мы с вами получаем свои вещи. Хит-энджин и 2 эпик-релика, кстати, что тоже довольно неплохо, но хит-энджин легендарочка, да? Я вот даже и не знаю, стоит ли мне ее использовать, но я по-хорошему думаю, что использую, потому что, ну, типа, какая разница. У нас и так с вами этих хит-энджинов, хоть просто отбавляй, смотрите. Да, все они, в принципе, одного сорта. Так, давайте по-быстрому прокачаем себе еще одну лего, например, через флейминатор. Раз, два, есть, хорошо. Теперь прокачиваем в легендарочку. Все это у нас с вами уже отработанная техника, ничего нового, в общем-то, готово. Тратим очень много денег, но это, опять же, ребята, того стоит, безусловно. Все, флейминатор у нас с вами есть легендарный, и теперь мы с вами делаем мифический зэкло. Что я сюда отдаю? Я отдаю сюда Сакрафайз Кэнон, он у меня легендарный, но у меня есть такой же эпический. Надо будет, прокачаю без проблем. Емпишка, все то же самое, есть легендарная, есть эпическая, если что, прокачаю. Эту реликвию отдаем вообще на изичи, просто. Это отдаем, наверное, мне это сейчас не нужно. И еще какая-то штука, мы с вами вот флейминатор прокачали. Найс, просто найс. Ребятки, мифический зэкло подъехал. Вот он. Вот он, боже мой, как же долго я этого ждал. Как же долго я просто жаловался, что мне он не выпадает. Как же долго я его хотел. Так, ну, у нас с вами есть немножко денег, ребят. Давайте вот прям при вас пойду в магазин. Куплю парочку сильвербоксов, просто тупо парочку. И мы сейчас сюда просто все вольем. Вот все, на что у меня хватит денег, мы сюда все вольем, для того, чтобы я мог просто, ну, немножечко хотя бы быть более конкурентоспособным. Потому что поначалу любую легендарку прокачивать довольно-таки легко. Она не особо много требует, поэтому вы можете ее прокачивать довольно-таки без проблем. Смотрите, вот раз. И видите, сразу плюс 11 уровней. И это плюс 40 очков здоровья, что довольно-таки важно на самом-то деле. И у нас с вами уже 13 уровень. Замечательно. И 700 очков здоровья, попрошу заметить. Попрошу заметить, дорогие друзья. Давайте, у нас пока еще есть деньги. Я хочу их все потратить, потому что, на самом деле, они мне сейчас, ну, типа, у меня самый главный приоритет. Это, конечно, прокачать зекло больше. У меня сейчас вообще на все остальное, ребят, можно нафармить. А зекло бесценно. Боже, как же действительно. Мне столько в комментариях писали, я чинасский, а я выбил зекло. А где твой зекло? А вот он, вот он, вот он, наконец-то. Так, отдаем сюда еще 6 уровней. Замечательно, 19 уже есть. Давайте откроем последние ящики. Я уже не буду новые покупать. У меня денег уже не хватает особо. Раз. Два. Побольше бы редких, конечно, для того, чтобы получше прокачать. И три. Я думаю, что я буду сегодня играть на нем. Я понимаю, что у меня сейчас, возможно, мои ноги священные, те, они получше наверняка. Ну, кстати, еще плюс 20 хп, что тоже замечательно. Наполовину мы его прокачали, по сути, вот просто со старта, сразу же. Давайте посмотрим. Эти ноги у меня 746 получается хп. Эти. Ребят, те наполовину прокаченные уже дают больше хп, чем вот эти мои айронбутсы. Просто прекрасно. Здесь 450, здесь 491. Ну, давайте, наверное, так оставим, попробуем так сыграть. Просто из интереса моего сугубо личного. Блин, так непривычно видеть себя в таком состоянии, скажем так, не знаю. Давайте попробуем таким образом. Я думаю, что он первым поставит физика. Почему-то, мне кажется, опять же, не уверен. Ну, не совсем, но у него это и не совсем тепловик. То есть, есть у него тепловые пушки, но не особо развитые. Так, он, возможно, использует вот эту пушку, а, возможно, тупо подрубит дрона. Давайте сейчас посмотрим. Блин, если мне... Блин, я так... Не спится, пишет. Давайте. И ес. И ес. Так, поехали. Давайте попробуем раздамажить. Мы с вами выбили за клоп. Блин, я до сих пор не могу в это поверить. Все, он нас будет к себе поталкивать. Это для нас довольно-таки неплохо. Потому что, если что-то, у нас есть дробаш, который нам тоже поможет. 2600 хп, ребят. Просто, ну, типа, отличный буст. Это, опять же, при том, что он еще не на максималке. На максималке будет, естественно, лучше. Само собой. Шпарим дальше. Ну, что у него там на следующем? Две тоже 700, но, видите, тоже без сопротивления. Отсутствие сопротивления, это, конечно, определенный минус. Ваншот, ну, жаль. Вот 26 хп эти могли бы сыграть очень большую роль. Но ничего страшного. Так, поехали. Посмотрим, что у нас будет с френтика. Неплохо, неплохо. Теперь следующее, что я хочу выбить. Вот, я уверен, что будут такие вопросы. Что же ты хочешь теперь? Все на самом деле просто. Теперь хочу Spartan Carnage. Вот, следующая моя цель, ребятки, это Spartan Carnage. Что? Простите. На самом деле, это полная жесть. Но даже это меня сейчас абсолютно не печалит. Сегодня, ребят, я не буду бомбить. Уж извините, кто ждет бомбежа. Не, сегодня. Сегодня без него. Сегодня я принял чилпил. И просто с удовольствием играю. Я готов вытерпеть все, что мне даст игра. Включая убийство Bullseye. Вы часто такое видите, ребят? Я уверен. Не особо часто. Так, ну что, давай мне следующего моего соперника. Блин, как же круто выглядит The Cloth. Смотрите, там какие-то эти желтые огоньки под ней горят. Чисто паучьи лапы. Чисто вот паучьи лапы. Они очень, видимо, стойкие. За счет этого дается хп. Так, давайте мы с вами ставим вот так вот. У него два тепловика. Ну, такие они. Довольно странная сборка, на самом деле. Я не уверен, что он здесь может что-то сделать. Еще и 2000 хп. Сорян, дружище. Тут, походу, дело тебе ггшечка придет. Что, он будет, сдрабашаете или как? Или дрона подрубит? Ну-ка, глянем. Ну, я думаю, что сдрабаш... Да, 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 сдрабаша, конечно же. Поехали, поехали. Сразу идем с... Окей. Ну, это не страшно, это не страшно. Это ни на что не повлияет сейчас. Эту используют пушку лид... Ага, понял. Не вопрос, в принципе. Тогда мы с вами сделаем вот так вот и вот так. Можно было пойти тоже через френтик, но я хочу его побыстрее размочить. Здесь ему... А, он обминейшн, наверное, использует, скорее всего, да? Но я думаю, он использует обминейшн. Ему это выгоднее намного, конечно же, чем магмариколер использовать. Сто процентов. Смотрим, что сделает. Но, в любом случае, 800 хп, ну, это типа... Плюс у меня еще и, как видите, сопротивление именно антитепловика. Плюс. Короче, здесь у меня все будет просто чики-пуки. Смотрим. Угу. Прекрасно. Не знаю, зачем он это сделал. Если честно, для него это абсолютно невыгодно. На мой взгляд, это, естественно, ошибочка. Но, окей, это его право. Почему бы и нет? 200 здесь у нас с вами, да? Ну, на следующий ход он делает нам оверхит. Это тоже очевидно. Но, ничего страшного. Оверхитнемся и идем с вами дальше. Угу. Погнали. Здесь уже можно идти просто через... Эту самую... Через ангиляцию. Потому что у нас с вами... О, нормально, кстати. Хорошо, что он не добил нас с предыдущего оружия, не с дрона. Можно было бы, конечно, френтик немножечко сэкономить, чтобы на него выстрелить. Но я думаю, что я сделал все правильно на самом деле. Так, нам здесь самое важное, ребят, сделать все как можно быстрее. У него... Ага. У него нет бомбы. Это самое главное. Нет хит-бомбы. Это очень важно. Ну, и здесь уже мы, естественно, побеждали бы, но он решил выйти. Что, в принципе, логично. У него здесь шансов других уже и не было. Так, ну пока что я еще как-то не разыгрался с помощью зекло, если честно. Пока... Блин, опять тепловик. Смотрите. Ага. Так, и кого он поставит первым? Почему-то думаю, что тепловика. Не знаю. Не знаю. Сейчас посмотрим. Но почему-то думаю, что тепловика. А-а. Не тепловика. Плохо. Ну, давайте я тогда тоже поменяю сюда. Не знаю, будет он сейчас менять, нет? Сейчас глянем. Не стал. Окей. Хорошо. Для нас это плюс, естественно. Поехали. Конечно, немножечко проигрываем сейчас по темпу из-за того, что он сделал первый ход. То есть мы ему проигрываем, по сути, первый ход. Плюс у него еще и френтик. Ну, может быть, если он здесь... О, во. Вот именно про это я и говорил. Это для нас, конечно же, замечательный плюс. Погнали. Шпарим дальше. А-а. Если сейчас его френтик опять подведет, это будет вообще супер. Ай. Нет. Не подвел. Не подвел, к сожалению. Если бы мы пережили этот ход, вполне возможно, что дальше уже затащили бы. Этот френтик у меня сейчас отлично разыгрался. А у него еще одного френтика нет. То есть ему придется использовать Найт Игл. Это хорошо. Это хорошо. Дэмэдж у Найт Игла неплохой, но, типа, могло быть намного хуже для нас. Так. Поехали сюда и сюда. В принципе, шансы есть, ребят. Шансы есть, потому что антитепловик против тепловика здесь может нормально отыграть. Поехали. Мы уже по хп-шке сравнялись, поэтому, в общем-то, неплохо. Смотрим дальше. 68 теплового сопротивления, что тоже, естественно, огромный плюс. Так. Подрубая дрона, конечно же. Тормант. Ну, такой себе дрон, на самом деле. Я не понимаю людей, которые ставят тормант. Дэмэдж у него не такой уж сильный и перегревает он не так уж сильно. По сравнению с тем же файрфлайем. Ну, типа, на усмотрение хозяина, так сказать. Шатдаун, да, не очень-то приятно, но у него недостаточно дэмэджа, чтобы меня здесь размотать. Тем более, у него уже нет ракеты, у него уже нет... Все, 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 это ГГ. Это ГГ для него. До свидания, мистер. Так, я думаю, что самое разумное мне будет сделать вот так вот. Раз, два, три. Да ладно! Неожиданно, должен признаться, неожиданно, но... У него есть телепорт? Нет, у него нет телепорта. Нормал, нормал. Я, если честно, думал, что добью, но... Все равно неплохо. Ох, какой же кайф, друзья! Какой же кайф, скажу вам честно. Осталось только прокачать ее на максимум. Вот за клошечку прокачаем, чтобы она была черная, блестящая. И я думаю, что можно будет уже даже делать серию по покраске, потому что... Типа, это та сборка, с которой я готов играть. В принципе, так оно и есть. Реально. Это та сборка, с которой играть уже можно. Здесь я ждал только ноги на второй робот. Мне сейчас нужны... Ну, блин, я тоже готов, согласен, на второе зекло, конечно. Но мне, по большому счету, там больше Spartan Carnage нужно. Второе зекло, это я уже не знаю, через пару лет буду их ждать, наверное. Если честно. Так, энергетики. Как раз-таки мы их и встретим на зеклошечке. Поехали. Блин, я так счастлив. Просто я даже не знал, что эта игра может сделать меня таким счастливым. Поехали. Раз, два, погнали. ХП у энергетиков всегда мало. Емпишка у него есть, но она легендарная. То есть даже не мифическая. Ну, здесь у него шансов, конечно, как вы понимаете, маловато. Не буду даже двигаться к нему сейчас. Он меня отодвинется... А он даже и не сможет отодвинуть, лол. Только если рывком, будет рывок делать. Либо ему надо подъезжать. Не, ну, он вообще странно. Окей, ну давай так сыграем, допустим. Просто бедолага. Я не знаю, но это, видимо, новичок какой-то. На восьмой ранг пробился. Бедняга с шестым сражается. Не знаю, что он творит, если честно. Ну, типа ок. Почему бы и нет? Нормально. Почти что размотали его на нашем первом роботе. Опять же, с учетом того, что... Ну, блин, у него легендарная вещь. То есть я не буду здесь хвастаться тем, что выиграю. Шестнадцатый. Не буду хвастаться, конечно, потому что... Ну, это такая себе сборка. Он, видимо, использует просто то, что у него есть. Я ему сочувствую и желаю, конечно же, развиться как можно быстрее в более мощного робота. Так, ну чё? Все дневные миссии у нас с вами выполнены, друзья. Мы с вами просто взлетаем. Там было, по-моему, у нас одно поражение, да? Но я его уже даже и забыл как-то, если честно. На фоне того, что у нас сегодня произошло. Я думаю, что на этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Если вы рады за меня, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. Супер мехи мне нравятся. Я продолжаю их снимать, снимать для вас. И надеюсь, вы это цените. С вами же был Ченаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи. Пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok